Уже второй год подряд Институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии совместно с факультетом биологии и биомедицины АГУ проводит акцию по бесплатному обследованию людей. Здесь можно сдать четыре типа анализов – общие биохимические анализы крови, коагулограмму и реологию. Перед забором крови пациенты заполняют специальную анкету. Анализы берут студенты факультета биологии и биомедицины АГУ. Уведомляют о том, что нужно прийти натощак. Если у человека есть вредные привычки, такие как курение, то за час до забора нельзя курить. Мы обо всем уведомляем. И сейчас, когда будем проводить забор, тоже мы спрашиваем состояние пациента, который к нам пришел, меряем артериальное давление. Также для анкеты нам необходимо знать рост и вес. Тоже все мы измеряем и заносим все в анкету. Обследование проходит по предварительной записи с 10 до 12 часов в Институте экспериментальной патологии и терапии бесплатно. В день на сдачу анализов могут прийти до 15 человек. Бесплатное обследование может пройти любой желающий. Противопоказанием к сдаче крови является острое и обострение хронических заболеваний. Результаты анализов будут готовы в течение двух суток. В момент наших съемок на сдачу крови пришли студенты факультета биологии и биомедицины АГУ. Они отмечают, что охотно принимают участие в акции, так как это хорошая возможность проверить свое здоровье. Нам предоставили возможность поучаствовать в данной акции и мы решили, что почему бы и нет. Это хорошая возможность проверить себя, свое здоровье и плюс как опыт тоже нам на будущее, чтобы знать, как еще проводятся подобные мероприятия. Конкретно я сдаю два раза в год. Обычно это происходит осенью и весной. Цель акции по бесплатному обследованию людей – собрать побольше биоматериалов, чтобы установить нормативные значения различных возрастных групп жителей республики. Дипломные работы наших студентов по специальности медицинская биохимия зачастую связаны с тем, что мы обследуем людей по различным нозологиям. Но иногда это темы, которые связаны с возрастными особенностями, региональными особенностями. В этом году нам пришла идея объединить несколько таких полезных направлений и сделать одновременно с этим какое-то полезное дело для наших жителей. То есть мы обследуем разные возрастные группы по стандартным лабораторным параметрам и хотим получить в результате определенные возрастные нормативы. И так как в Абхазии не существует возрастных нормативов по лабораторным параметрам, тем самым мы закроем очень важную нишу в практическом здравоохранении республики. При этом часть этих работ, помимо того, что являются дипломными работами наших выпускников, являются частью диссертационных работ, так как установка референсов, простыми словами, нормативных значений является очень важной составляющей для нормальной работы всего здравоохранения. На данном этапе обследование детей не проходит. Если анализы хотят сдать долгожители, то специалисты могут к ним выехать на дом. Можно оставить заявку. И тут мы уже не ограничиваемся сроками акции. То есть если в семье есть долгожитель, вы можете обратиться в институт, и мы выйдем в удобное для вас и для нас время, согласуем это. Для того, чтобы собрать нормативы, необходимо определенное количество в каждой возрастной группе, и по полу их тоже придется разделить. Соответственно, нам, возможно, придется добирать определенные группы. В данном случае мы уже будем указывать возраст, указывать необходимые параметры для того, чтобы прийти и сдать. И это наверняка будет продолжено уже осенью, потому что прям в пик жары, конечно, не стоит сдавать анализы, потому что некоторые параметры могут быть искажены. И людям, в принципе, тяжело. Они пока доберутся. Часть обезвоживания, может быть, что-то повлияет это на параметры. Акции по бесплатному обследованию людей в Институте экспериментальной патологии и терапии будут проходить до 19 июля. Предварительная запись по телефону 7 940 994 44 25. Алика Тапш, Алексей Агухава, Афгазское телевидение.